По большому счету, друзья, как угодно, от перемещения военкомов и работников военкомата во время мобилизационных мероприятий по своему району, городу и так далее, для сбора в том числе мобилизованных лиц, для перемещения любых грузов, в том числе даже, ну, я с трудом себе представляю, что гражданские машины могут быть отправлены на передовую, хотя во время Великой Отечественной войны мы прекрасно знаем, что любой транспорт использовался, мало-мальски подходящий под это дело, я думаю, что все это будет, если вообще будет мобилизация транспорта полная или частичная, то все это будет использоваться все-таки в пределах тех регионов, где либо боевые действия не ведутся, либо все-таки это какое-то тыловое обеспечение, и самое главное, на данный момент, вот я не вижу необходимости, да и военные, насколько я знаю, не видят необходимости в объявлении мобилизации транспорта, поскольку у военных хватает своего транспорта, своего обеспечения, и даже если будет проведена вот эта транспортная мобилизация, то, скорее всего, она будет действовать до тех пор, пока из резервов военных не подтянется законсервированная техника, на рассервирование которой доставку тоже, как вы понимаете, требуется какое-то время.